здравствуйте последняя новость из мира финансов оказывается рубль стал дороже американской копейки был дешевле а теперь сейчас значит подорожал произошло это не по воле всемогущего рынка и не в результате ввоза или вывоза эшелона с золотым запасом а снова по щелчку пальцев вот что об этом говорят злые языки укрепление рубля пошло потому что она поняла что он совершает свои должности значит нужно показать как она круто может исправить последствия собственной деятельности а иначе исправлять будет уже другу собственный разговор о каких-то кирпичах в человечем обличии из пресловутых кремлевских башен которые бодаются между собой больше на пауков в банке похоже человеку не вовлеченному в эту каждодневную финансово-политиканскую карусель понять о чем речь сложно факты ведь можно переворачивать и так и и так вот если понять принцип а за этим мы с вами обратимся к бывшему зампреда украинского центробанка сергею еременко человеку негрупкого десятка при открывшему кухню подчиненных туземных центробанков как и во многих других отношениях украинские и набиулинские центральные банки молочные братья во первых про курс национальной валюты а скажите согласовывается ли курс гривны которые у нас фиксированы с мвф и другими международными финансовыми институтами это основная вещь курсовая политика это один из основных аспектов переговоров с мвф то есть с высокой долей вероятности которую вероятность мы с вами здесь же и уточним скачок курса рубля набиулина согласовала с мвф технически изменить курс рубля посредством якобы бирже совсем не сложно курс рубля определяет игра спроса и предложения проблема в том что и спроса предложения все целое определяется банка в россии ну например на стране на хрена валюта она все уходит из стран ограничите вывод капитал у вас сразу курс рубля пойдет курс доллара пойдет если мы поверим гелягину что лично я рекомендую мадам набиулина может лично руководить каждодневной деятельностью бирже устанавливающий курс рубля эту книжку написал человек который явно в курсе финансовых дел поскольку является и считается отцом евро его зовут бернар литар оригинал издан девяносто девятом году это перевод на странице 68 написано что мировой банк имеет специальное помещение где установлен монитор для отображения всех валютных операций его членов в реальном масштабе времени 24 года назад россия член мирового банка с девяносто второго года это значит что мы с тобой зритель из трех точек от бернара литара от сергея еременко и от михаила делягина проследили рукотворный процесс удешевления российского рубля на российской же бирже который в режиме реального времени проконтролировали в мировом банке и в мвс вопрос зачем им это нужно мировой банк следит за экономическими преобразованиями и правительству советуют что надо делать программы как и она же делать программы касается тех секторов которых они заинтересованы другими словами планомерное уничтожение промышленности и не только промышленности на украине и не только на украине происходило под непосредственным ручным управлением мирового банка не приходят с программ допустим там энергетика это что наши тэц меняет на раз мои деньги мои изготовители и вообще у вас все такое корябое у вас но не нет а давай сименс вам поставить и таким образом получается что харьковские турбоатомы стоят а тот то пришел с ресурсом нескончаемым а теперь перечисляйте программы село миста что там еще тепло в мереже водоканал и все вот вот стану вот так и вы и вытесняется при 25 процентах стоимости кредитного ресурса и и на год это целая система надеюсь перевода с украинского не понадобилось в другом месте этого же интервью еременко говорит что процент кредита внутри украины все-таки управляем но с условием что председатель центробанка совместно с президентом проявят волю если не проявит то кредит 25 процентов снова как у нас в россии но и это не все в туземных экономиках банк имеет право рефинансировать согласно стендбай на 9 месяц деньги не длиннее чем 9 месяцев вот такие деньги могут обслуживать только торговые операции такой порядок чистый бандитизм мирового банка нам с вами в голову не может прийти что наши деньги как колбаса имеют срок годности а оказывается имеет в стране не было инвестиционного ресурса то есть длинного дешевого это отсюда рождается первый миф что развитие национальной экономики может и должно и смотрите как она везде происходит развиваться только за счет внешних инвестиций то есть развитие за счет внешних инвестиций это только если госслужащие конкретно президент и председатель центробанка подчиняются такому бандитскому порядку могут не подчиниться могут но там причины такие по сложные вопросы не на имя как президент здесь плохо слышно журналист говорит уволить председателя центробанка сложно ответ этого только кажется промежуточный этап подчинение таким порядком та кофеварка которую вы вчера не успели купить завтра будет стоить полтора раза дороже потому как в россии кофеварок уже не делают а те что вы можете купить импортные закупленные за подорожавшую по щелчку на биолиной валюту но и это не все кто-то возможно помнит как министр природных ресурсов при ельцине поливанов не мог попасть свой кабинет потому как не пускала американская охрана министр обратился в мвд и силами тогда еще милиции американцев несколько отодвинули бодание янки с милицией длилось месяц правда вскоре ельцин министра уволил очень американские партнеры просили об этом есть совершенно официальное свидетельство и youtube ролики думаете на том дело кончилось говорит ли тебе что-нибудь зритель имя оливер вейман а сокращение к пмг большинству эти слова тоже ничего не говорят оливер вейман это такая консультативная фирма с очень мутной историей но с 60 отделениями в разных странах мира и пятью тысячами сотрудников которая консультирует наш набиуллинский центробанк и и московский офис находится в районе курского вокзала это конторка так сказать в одно лицо просвещает банк россии рассказывает мадам набиулина и ее сотрудников чего им делать и чего не делать телефоном не указано директор неизвестен но несмотря на вставание с колен и тому подобное просвещает к пмг еще одна консультативная фирмеха это побольше сотрудников по всему миру разбросано больше 230 тысяч тоже без московских телефонов и директоров но предмет консультации тот же консультирование оптом министерство экономического развития министерство финансов и министерство спорта тоже в одно лицо обе фирмехи не очень старые основаны под нашу перестройку явно с целью просвещения советских папуасов в таинственном деле купи продай и так у каждого рфовского министерства про министерство обороны не знаю может и там есть а может нет денежные обороты этих фирмешек весьма солидные из рфовского бюджета вестима то есть за тот грабеж который описали наши с вами сегодняшние корреспонденты наше государство из наших налогов приплачивает внешним организаторам грабежа нашей страны не забудем про вставание с колен и завоевание конституционного суверенитета и их организаторов на бюллинский щелчок пальцами обошелся и еще обойдется дорого причем коснется это всех даже тех чья хата с краю это виток инфляции организованы непосредственно на бюллин и тем кто ее назначил уж и не знаю велено произносить это имя или уже не велено вот такие обстоятельства в доску рыночного колебания стоимости рубля спасибо нашим сегодняшним корреспондентам даст двух еще увидимся тем более что интервью украинского зампреда центрального банка сергея еременко просто кишит информации